Продолжение следует... 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 Здесь статистика, которая отражает как раз-таки эти полтора года напряжённых. За прошлый год было пролечено 63 пациента. Из них у 8 пациентов, то есть у 12% был выявлен положительный тест ПЦР диагностический. И, в принципе, здесь не указано, но действительно бывало так, что эти тесты были позитивными неоднократно. И у 8 же пациентов, тоже 12%, отмечалось пневмония, причём мы тоже понимаем, практика показывает, что не всегда одни и те же пациенты. То есть пациент с негативным тестом на COVID может иметь признаки пневмонии, имеющие все негативные признаки вирусной пневмонии. И за, в принципе, 5 месяцев этого года у нас уже пролечено 25 пациентов. Из них, если мы обратим внимание, больший процент и позитивных тестов на COVID, уже каждый четвёртый пациент практически, и каждый третий пациент имел признаки пневмонии. То есть, в принципе, это в нашей ситуации, это как раз-таки те пациенты, у которых уже исключается соблюдение таких жёстких требований к введению, к началу очередных циклов, к введению препаратов. Ну и реальная практика, как мы взаимодействуем друг с другом, с регионами в данной ситуации, мы, в принципе, стараемся уже, скажем так, некоторые наши полномочия, но под тесным взаимодействием, под нашим тщательным контролем, и, как правило, специалисты на местах, они очень идут нам навстречу, всё-таки делегировать часть наших обязанностей, скажем так, по лечению пациентов в регионы. Особенно это было актуально в прошлом году, когда действительно были такие очень напряжённые месяцы работы, когда мы могли, например, начать лечение ингороднего пациента, и в дальнейшем, опять же, с условием строгого соблюдения рекомендаций, стандартов, провести, например, очередные циклы химиотерапии по месту проживания пациента. Также мы могли приглашать пациентов только на те этапы лечения, как правило, на хирургические этапы лечения, которые, ну, технически невыполнимы в других лечебных учреждениях. То есть при правильном проведении этапа, например, лекарственной терапии, уже после завершения его в регионе пациент мог быть приглашён к нам для хирургического лечения. Конечно же, очень активная, кстати, помощь в рамках телемедицины. На самом деле, бывало так, что в сообщении из телемедицинской консультации из регионов сразу указывалось, что пациент не может выехать по эпидемиологической обстановке, или пациент недавно перенёс пневмонию, или пациент имеет позитивный тест на ковид. В этом ситуации нам, конечно же, мы понимаем, что пациент должен начать лечение в ближайшее время, и мы в этой ситуации рекомендовали проведение химиотерапии в регионах, ну, в принципе, рассчитывая даже сами дозировки препаратов и так далее. Ну и видеоконференции с специалистами также – это опция, которая реализуется в нашем центре, когда особенно тяжёлых пациентов мы, бывает так, неоднократные даже выходы в эфир по поводу одного пациента, когда мы обсуждаем с коллегами именно в таком формате. Ну и, разумеется, такая сложившаяся ситуация на влияет, бывает так, что пациенты приезжают из региона тяжёлые, потому что до этого они также, или было связано с пневмонической обстановкой, поздняя диагностика, приезжают к нам, мы максимально быстро, как, в принципе, Александр Александрович так что говорил, пациент обследуется, пациент такой же тяжёлый, но у него обнаруживается позитивная реакция на ковид, и в этой ситуации он не может поступить к нам в институт, не может поступить никуда, кроме специализированного учреждения, да, занимающегося лечением инфекции. И, в принципе, эти пациенты, к сожалению, они могут просто погибнуть, потому что они уже не смогут, мы не сможем, никто не сможет оказать им специализированную противоопухолевую помощь. Ну, здесь два клинических случая, в принципе, разумеется, у нас их больше, ведь количество пациентов у нас довольно большое было, которые негативно, скажем так, реагировали на ситуацию. Вот пациент с семеномной опухоли левого яичка, у которого три года назад была выполнена операция, стандартная монохимиотерапия коробоплотином, и прогрессирование в июне прошлого года, как раз такой напряжённый эпидемиологический этап, метастазы в прицательной железе, причём они верифицированы, поскольку действительно редко бывают, что в таком возрасте поражение прицательной железы семеномной опухоли, интенсивный болевой синдром, лимфостаз левой нижней конечности, и по данным МРТ, больших размеров образования до 6 см проекции сосудов подошенных слева, и в области основания прицательной железы до 8 см образования, которое тоже вызывало болевой синдром, вот оно было пропунктировано, и верифицирована семеномная опухоль. У нас в июле-августе пациент получил стандартно два цикла химиотерапии по схеме БЭП, причём мы на полноценный режим взяли. Тест третьим циклом был негативный, но в день поступления, по данным компьютерной томографии, была выявлена правосторонняя сегментарная пневмония. То есть типичная картина изменений по типу матового стекла. К сожалению, пациент в этой ситуации не может быть госпитализирован. Довольно, буквально еженедельно мы мониторировали пациента по динамике пневмонии. Трижды выполнялась ПЦР-диагностика РНК коронавируса, все тесты были негативными, но при этом пневмония существовала, и даже явления нарастали. И только уже через 3,5 недели у пациента тенденция к разрешению воспалительного фильтрата была отмечена. В этой ситуации мы сразу же пациента смогли госпитализировать. Провели третий цикл химиотерапии, уже исключив блюмицин, разумеется, пневмония в стадии исхода по данным томографии. И четвёртый цикл химиотерапии, который ему и был планирован, учитывая промежуточный прогноз при семеноме по схеме ВИИП, но это уже из-за известных специалистам проблем с препаратом этапозит. И несмотря на такие особенности лечения у пациента, срочки в лечении, у пациента был выраженный клинический лингвологический ответ, уменьшение размеров образования до 30 мм. Во-первых, мы знаем, что основание для выполнения ПЭТ-КТ, которая и была выполнена в конце декабря, полный метаболический регресс, но послоспалительные изменения в обоих лёгких, ведь они сохранялись до этого времени. И в принципе, в декабре, сейчас уже прошло полгода, у пациента нет признаков прогрессирования заболевания, то есть для него такое осложнённое лечение, оно, к счастью, увенчалось таким вот успехом. Наверное, просто отражает ещё, опять же, особенности семеномной опухоли, которая отличается крайней чувствительностью к химиотерапии. И ещё один пациент, пациент необычен тем, что у него возраст 66 лет, то есть нетипичный для гермоногенных опухолей, несеменомная опухоль, категория 2-й стадии, благоприятный прогноз с поражением заблевшенных лимфатических узлов и умеренным повышением маркера. В октябре прошлого года была выполнена стандартная операция урхвоникулоктомия, смешанная опухоль, представленная различными вариантами несеменомной опухоли гермоногенной, повышение онкомаркеров. Это уже декабрь прошлого года. Химиотерапия по схеме ВИИП, первый цикл, а из-за отсутствия этого позида был выбран данный режим. И вот уже второй цикл был отсрочен на 41 день, то есть практически двукратное увеличение стандартного интервала между введением препарата из-за положительного теста. Причём клиническая картина абсолютно у пациента отсутствовала. Он был, получается, носителем коронавирусной инфекции. И только через, получается, через почти месяц негативный тест на ковид позволил нам возобновить лечение. Мы его действительно возобновили в режиме ВИИП. И именно этот режим, не режим ВИИП, который, в принципе, чуть более токсичен, да, вот на скидку для специалистов представляется режим ВИИП, осложнился крайне высокой токсичностью, как гематологической, с тромбоцитопенией в четвёртой степени, с анемией, с нейтропенией, негематологической токсичностью в виде стоматита, кожной сыпи, которые длительно очень персистировали и очень, так сказать, постепенно восстанавливались. Поэтому, может быть, пациент, так без симптома, перенеся коронавирусную инфекцию, всё-таки таким образом проявились уже последствия коронавирусной инфекции и со стороны системы крови, и со стороны других органов и систем. Но у него, опять же, благоприятно, ситуация развивалась в том, что маркеры полностью нормализовались, регресс забрюшенных лимфоузлов, по данным томографии, был достигнут, и мы на консилиуме уже в апреле этого года, то есть, в принципе, до апреля этого года пациент восстанавливался после второго цикла, на нашем консилиуме, о котором Кослан Анатольевна уже упомянула, еженедельно проходит, приняли решение о том, что всё-таки продолжать лечение, планируемые три цикла химиотерапии пациент, третий цикл, конечно, делать нецелесообразно, и выполнить забрюшинную лифононоктомию как этап хирургического лечения. Она была выполнена буквально недавно, и гистологически, к счастью для этого пациента, в одном из 22 исследованных лимфоузлов, зрелая тератома, зрелая хрящевая ткань в 100% клеток, то есть, в принципе, опять же, полный эффект, подтверждённый и патернопологическим способом. Поэтому это такие благоприятные признаки, благоприятные клинические примеры я постаралась привести, но, к сожалению, как я уже говорила, были клинические случаи, которые, к сожалению, были негативны, как правило, связаны с выраженной отсрочкой в лечении и так далее. Поэтому, конечно же, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка накладывает существенное негативное влияние на большой процент пациентов, получающих лечение по поводу герногенных опухолей. Но всё равно нужно бороться за каждого пациента, всё равно нужно стараться вернуться на каждом этапе в стандартные этапы лечения и делать максимально всё возможное с учётом нынешних данных, которые, к сожалению, не нами выбраны, но мы в них живём. Благодарю за внимание. Продолжение следует...